добрый день уважаемые друзья с вами юрий хамутский основатель и руководитель клуба успешных инженеров и руководители проекта about dc.ru сегодня поговорим о том как повысить свои доходы причем я вам дам простейшую методику которую очень легко реализовать и для которой самое важное вот здесь наверное самый важный нюанс не нужно дополнительных знаний вот прям вообще прям без дополнительных знаний прям даже не лезем ни в какие высшие образования второе третье четвертое нам не нужно мне нужны какие-то курсы платные программы и еще что то то есть бесплатно все то что у вас есть этого достаточно вашего багажа знаний достаточно для того чтобы повысить свои доходы и сейчас увидим насколько много можно дополнительно извлечь из себя начнем по традиции с того что у нас есть некие исходные данные что у нас в качестве исходных данных есть человек с зарплатой зарплата 80 тысяч рублей чаще всего сейчас примеры комфортнее делать именно на основе этой цифры так смотрите при этом у нас второе исходное данное что это человек специалист причем не важно в чем посмотрите мое видео про пирамиду должностей и вы поймете абсолютно неважно чем в чем надо быть специалистом это может быть бухгалтер экономист инженер там не знаю конструктор то у нас еще может менеджер по продажам или по какой-то другой части менеджер это может быть юрист может быть строитель это может быть о я не знаю кто еще сами напишите любые любые должности на которые обучают в вузах типичная типичная вот любая работа которая здесь только может быть неважно абсолютно неважно кем является человек главное что он работает на своей заработке на своей работе и получает свою зарплату причем от того какая у вас должность какая специальность из этих зарплата практически не зависит у вас всегда будет те же самые 80 тысяч ну по московским меркам регионах два в три раза меньше смотря какой город и город это или село зарплата будет меньше в москве примерно так если это не очень вам понятно не очень очевидно посмотрите видео пирамида должностей там я более подробно разбираю вопрос теперь следующее что мы сюда включаем вот это условие что нам не нужно дополнительных знаний то есть мы тем работаем тем и продолжаем работать первое что мы с вами можем сделать это фриланс или то что раньше называли халтура или левакин то есть это работа на сторону вы же если вы бухгалтер вы же можете помимо своей основной работы компании вести какую-то дополнительную компанию и получать за это дополнительную денежку что вам мешает ничего не мешает точно так же у экономиста то есть также инженер может что-то проектировать рассчитывать для другой компании зарабатывая на себя лично никто этого сегодня не запрещает фриланс это вполне нормальное явление сколько мы можем на фрилансе зарабатывать на фрилансе есть особенность она заключается в том что у вас меньше времени которые вы можете выделить на этот фриланс меньше времени но с другой стороны ставка за фриланс выше потому что когда работодатель платит вам вот эти 80 тысяч он помимо этого платит еще 80 налоги и помимо этого он платит еще примерно 80 на то что на функционирование компании а иногда даже и двуудвоенную ставку то есть 160 таким образом если вам на руки в компании попадает 80 то заказчик конечный заказчик должен заплатить за эту работу от 240 до 320 тысяч давайте мы здесь напишем эту цифру на полях то есть ваша зарплата 80 для заказчика обходится 240 до 320 тысяч рублей просто потому что есть накладные расходы в компании все те же самые бухгалтеры экономисты юристы в компании есть аренда площадей руководство и плюс тому налоги вот таким образом растет себестоимость труда а если заказчик покупает у вас услуги напрямую то он конечно вам уже не будет платить 240 320 потому что у вас нет таких накладных расходов но в то же время он вам не будет платить 80 потому что вы запросите больше скорее всего денег и ставка на фрилансе полтора два раза выше чем на основной работе то есть обычно на фрилансе будет потенциальный доход это 120-240 но это если работать постоянно полностью занять себя на фрилансе с учетом основной работы это невозможно скорее всего поэтому вы только часть времени потратите на фриланс давайте мы возьмем что это здесь я ошибся только не 120 не 240 а 160 полтора два раза от 80 120 200 тире 160 и давайте мы эту цифру разделим ну например там как хотите да на 3 разделить или на 4 то есть что вы будете заниматься фрилансом одну треть тире одну четверть от рабочего времени то есть дополнительно два часа в день грубо говоря дома пришли и позанимались фрилансом сколько вы на этом можете заработать примерно если 120 разделить на 3 160 разделить на 4 это будет примерно 40 тысяч в месяц вот что вам может дать фриланс далее второе что мы можем с вами сделать это писать статьи по теме работы про это вот если про первый пункт еще как-то люди понимают то про второй пункт люди вообще забывают если вы специалист в любой области которая написал выше и вообще в любой другой области то всегда есть другие люди которым интересен ваш опыт и таким образом ваши статьи там где вы показываете свой опыт будут интересны другим это неминуемо лишь бы у вас был опыт ну хотя бы один лучше два года по вашей специальности наличие опыта показ уже дает вам возможность учить передавать опыт другим людям которые только пришли в специальность которые только приходят в нее или работают меньше вашего например три месяца или полгода или еще там и до года не дошло но им уже будет интересен ваш опыт даже ваш двухлетний опыт он уже будет интересен сколько можно зарабатывать на статьях у меня есть отдельное видео где подробно разбирают цены ставки как образуются какие бывают заказчики и сколько они платят ну здесь в рамках этого видео давайте мы не будем завышать цены и вообще возьмем минимальную планку пусть это будет тоже 100 же 40 тысяч рублей в месяц и далее третий момент я еще добавлю здесь это видение своего сайта youtube канала здесь доход не не быстрый то есть изначально вы наполняете сайт наполняете свой youtube канал полезными видео полезными роликами по вашей же специальности и в первые месяцы вы не будете получать никакого дохода это все инвестиции в будущее о том как работает youtube и сколько на него можно зарабатывать я расскажу наверное в отдельных видео пока они у меня еще не вышли на канале это будет перспективе в будущем но примерно вас ориентирую что здесь очень важен тот момент что как ваша прошлая работа работает на вас ваши прошлые видеоролики с годами начинают работать на вас если вы работаете на работе то вы отработали время вам заплатили деньги отработали месяц вам заплатили 80 тысяч и в следующий месяц вы от прошлых от прошлой работы вы не получите никакого профита понимаете то есть чтобы заработать новые 80 тысяч вам нужно заново поработать месяц ютубе это не так в ютубе вы каждое прошлое видео работает на ваше будущее время на ваши будущие доходы это очень важный нюанс поэтому в первое время у вас будет доход конечно ноль и какое-то время он так и будет ноль это факт это правда но постепенно вы будете ваша линия дохода будет подниматься и в какой-то момент она там станет я не знаю одна тысяча рублей в месяц потом две станет потом станет 5000 потом 10 может быть ну я вам приведу примеры доходов по ютубу по более-менее широким тематикам там где люди постоянно занимаются контентом постоянно выпускают видеоролики в ютубе часто доходы измеряются в долларах поэтому я здесь тоже перейду на доллары ну доход например в 3000 долларов это вполне реально доход 7000 долларов тоже такие примеры есть ну и наверное один из самых таких больших доходов которые я знаю по тем людям которых которых я смотрю в ютубе я знаю что у человека может быть доход там порядка 12 тысяч долларов в месяц это мы все говорим месяц это потенциал на который вы можете выйти но не за один год не за два года это с годами я повторю что каждый год будет цифра прирастать 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 и в конечном итоге она придет может прийти к этим величинам но давайте мы не будем сейчас то что я здесь на одну на по напротив статей тоже могу написать большие цифры там по моему порядка 400 тысяч рублей в месяц максимум до возможен статьях но мы не будем брать такие высокие цифры потому что это ну не физически невозможно все везде успеть поэтому мы здесь статьях взяли всего 40 тысяч рублей в месяц и в случае ютуба давайте мы не будем брать такие цифры максимальные потому что до них надо еще дорасти ну давайте возьмем хотя бы 500 долларов потому что до этой цифры дойти может реально каждый в обозримой перспективе запросто 500 долларов по нынешнему курсу это примерно там 35 40 тысяч рублей вот мы с вами получили что на одних и тех же знаниях одни и те же знания монетизируем разными способами монетизируем разными способами зарабатываем вместо 80 от которых мы оттолкнули мы начинаем зарабатывать 80 плюс 40 плюс 40 плюс 35 а это уже даже вы мне посчитать то тяжело 195 тысяч рублей согласны ну если вы к этому добавите мое прошлое видео там где я говорил во сколько раз вы станете богаче то ответ который если вы не смотрели прошлое видео то ваш ответ во сколько раз вы стали богаче если не смотрели прошлое видео то ваш ответ будет 195 разделить на 80 ну примерно два с половиной раза если вы смотрели прошлое видео то вы узнаете что у вас помимо расходов помимо доходов 80 есть расходы например 70 тысяч рублей тоже в месяц и чистая прибыль изначально 10 тысяч рублей в месяц ну а чистая прибыль после получения получения дополнительного дохода составит новая чистая прибыль они то есть здесь мы как получили 10 мы 80 вычли затраты 70 получили 10 да здесь мы должны 195 минус 70 это будет 125 тысяч рублей в месяц новая чистая прибыль 125 таким образом вы стали богаче 12 с половиной раз а не в два с половиной как вам могло показаться изначально это у нас цифра получается неправильная а это цифра правильная пользуйтесь этой методикой пожалуйста повышайте ваши доходы на одних и тех же знаниях монетизируйте их разными способами и повышайте свой доход на сегодня у меня все с вами был юрий хамутский ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал покажите его друзьям я думаю многим будет интересно спасибо за внимание пока 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 пока